На восьмом этаже, в третьем подъезде, 164-го дома по Карла Маркса, квартир, в которых сейчас живут, не осталось. После взрыва в седьмом подъезде уехали все жильцы, а сейчас начинают вывозить вещи. Мы вывезли телевизор, потому что мы сейчас здесь не ночуем, мы просто боимся, потому что у нас дома появились трещины. Даже и не одна, их несколько по квартирам. Пойдемте, покажу. К нам приходили устанавливаемые очки два раза. Ну вот, как видите, трещины опять появляются, и они говорят, ничего страшного. Маячки – это не какие-то специальные приборы. Способ, которым в Магнитогорске определяют подвижность стен после взрыва – это гипс. Им просто замазывают появившуюся трещину. А потом смотрят, появится ли она еще раз на самом маячке. На разломы в подъезде маячки не ставили, о них просто никто не заявлял. Сейчас здесь все подмели, была известка, попадали как-то. Вот все трещины у нас. И они все дошли уже до четвертого подъезда. Поврежденный дом магнитогорские власти фактически решили разделить на две части. С первого подъезда по шестой и с девятого по двенадцатый. Взрыв произошел в седьмом подъезде, и соседний с ним восьмой, вот этот слева, власти тоже решили снести. А соседний с другой стороны, справа, вот этот шестой, почему-то признали пригодным для проживания. В этом подъезде на седьмом этаже квартира Андрея Михайлицына примыкает прямо к рухнувшему подъезду. Сейчас за вещами к себе домой он может попасть только по паспорту с пропиской в сопровождении сотрудника МЧС. Для нас он на телефон снял трещины в стенах и на потолке. Но выдавать ему и соседям новое жилье власти не планируют. Андрею об этом на приеме рассказал мэр Магнитогорска Сергей Бердников. Трещины в стенах городоначальник, по словам мужчины, назвал косметическими. Я спрашивал, что у меня появились трещины в стенах, и они идут и в стыках, и не только в стыках. Мне сказал он, что это просто штукатурка выпала старая, и то, что в новых домах тоже все трещины. Ну, после усадки, типа, все в трещинах они. Ну, я не знаю. О косметических повреждениях мэр Магнитогорска говорил и журналистам. По его словам, власти реагируют на каждое сообщение о трещинах в квартирах. Заключение о том, что дом, в котором рухнули два подъезда, пригоден для проживания, магнитогорские власти выдали уже на четвертый день после трагедии. Тогда же, когда спасатели только закончили разбирать завалы в поисках погибших. Бердников Сергей Николаевич сказал, что у собственников нет права, включаться они не будут, без права голоса. Я бы, например, всех экспертов уровня Магнитогорска отвела бы сразу по обстоятельству следующему. Все находятся в аффилированной и административной зависимости от властных структур города. Если ты гарантируешь безопасность, посели свою семью. Шестой подъезд, например. Страшно здесь засыпать, я не понимаю как. Это волнение, это боязнь, это, ну, возможно, инстинкт самосохранения. Ну, не позволяет сюда заходить и заводить сюда своего ребенка. Маячки местный ДУК установил только там, где жильцы официально заявили о трещинах. Всего в этом списке лишь пять квартир. Большинство мужчин, мужчины, женщины, все работают на комбинате. Боятся потерять работу. Говорят, молчи и все. Не лезь, просто закройте рты и сидите молчите. У всех дети маленькие. У всех ипотеки, кредиты, во-первых. Кто пойдет прыгать выше головы, никто. И будут все молчать, и будут дальше жить в этом доме. Мы не боимся, мы никуда не уйдем. Потому что нам негде жить. Такая бабушка, кому я нужна, хоть бы какой-нибудь бабай взял меня. Жильцам разрушенного из соседнего с ним подъезда новые квартиры областная администрация пообещала в течение трех месяцев. Жителям еще двух подъездов, пятого и шестого, выплатят по 10 тысяч рублей компенсации. Жителям еще восьми подъездов никаких компенсаций не положено. Пострадавшими от взрыва их не признали. Алексей Александров, Никита Борисов, Сергей Корсаков. Настоящее время. Магнитогорск. Челябинская область. Продолжение следует.